ну что же давайте начнем с выпивания чего-нибудь предъявите что у вас есть или что-то есть потом можем сейчас встать поставим ненадолго чуть настроимся на на это дело как обычно начнем с позы просто почувствуем насколько мы устойчивы насколько удобно сидится глядимся видим пространство потом направим внимание уже на саму чашку немножко с ней побудем взглядом разглядывая ее особенности какие-то детали будут проявляться нашем видении не был замечен еще мгновение назад может что-то вдруг увидится этот процесс как такой распаковки в нашем видении можем замечать как это происходит как объект проявляется пока мы не усмотрим сам по себе может быть таким интересным процессом как работает восприятие когда мы в общем-то даже не можем сказать то ли мы это видим то ли мы это создаем то ли это было то ли мы делаем поэтому можем как-то расширить немножко взгляд увидеть этот объект вот чашку вписанную пространство то есть ее отношение с другими объектами что она не одна что она взаимодействует на чем-то стоит может быть она рядом с чем-то если внутри виден напиток значит мы видим также их отношение сосуды и напитка можем видеть все это вот в целостности все это композицию опять же замечать что меняется в нашем переживание когда мы переносим вот расширяем взгляд от такой конкретики от когда мы были больше сфокусированным на конкретном объекте до то пространство и взаимодействие этого объекта с другими то есть отношения когда возникают и мы их замечаем меняется ли что-то в нашем переживании буквально потом если мы себя включим в это как будто так вот еще как-то расширим взгляд осознавая себя тоже в этих отношениях уже тоже в этом же какой-то в этой композиции так сказать опять меняется ли переживание как-то в связи с этим и потом можем протянуть руку прикоснуться сначала просто потрогать почувствовать вот на ощупь какая она эта чашка температура плотность прочие характеристики гладкость или шероховатость возьмем взвесим в руке можем почувствовать также вот вес тоже качество веса как ощущать затем в какой-то момент поднести к носу если есть аромат у этого напитка вдохнуть какие-то оттенки чувствую потом в какой-то момент уже можем глотнуть сделать первый глоток и тоже не спешить почувствовать как вот этот напиток попадает в рот как в язык на языке он где-то там вот во рту может быть в разных участках по-разному ощущается потом когда проглотим то можем почувствовать также и послевкусие что потом еще какое-то время длится как это меняется давайте какое-то время еще буквально может несколько глотков таких неспешных с расстановкой перерывами осветим именно этому питью акту питья при этом чувствуя и тактильные ощущения чашки и аромат и вкус вот все вместе визуальное конечно тоже я слышу Продолжение следует... 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 и что он все время присутствует, на самом деле. Когда я стою, и вот это вот само переживание, перетекание веса из одной части тела в другую часть, я был с этим, я с этим экспериментировал, когда ходил, когда увеличивал скорость, когда замедлял скорость и наблюдал, куда девайс вес. Ну, глава, она что же весит? Вроде бы. Это было очень интересно наблюдать именно за этими моментами тоже. И сегодня еще было такое очень глубокое переживание, какое-то доверие, ну, я его так сейчас могу назвать, доверие сангхе, именно в широком смысле этого слова, к тем, кто был до меня, и ко всем людям, которые сегодня разделяли этот опыт, что мы действительно находимся за тысячи километров и переживаем какие-то очень схожие чувства. Для меня это было очень сегодня какое-то трепетное такое переживание. Вот, особенно я вспомнил, что Владимир тоже из Петербурга, как и я, но я сейчас не там, и вот это вот была какая-то очень такая связь, как будто я тоже там нахожусь. Ну, как-то я не могу это писать словами, но, в общем, это было ссылание. В общем, так, трепетно. Поэтому благодарю всех. Спасибо. Мне кажется, очень важно, вот это элемент, так сказать, игры, вот, которые мы можем добавлять в практику, интересы какого-то эксперимента, экспериментирования. Вот, действительно, вот это что мы, что просто когда мы направляем внимание куда-то, ну, вот у нас есть эта задача, в принципе, то есть быть достаточно сфокусированным на чем-то. Но вопрос зачем? Что мы делаем там с этим фокусом-то дальше? Все-таки здесь основная задача, я считаю, буддистской практики – это исследовать себя. И вот тогда вопрос, то есть и фокус, он нужен лишь для этого, что, действительно, мы исследуем, а как вот это, то, что я называю собой, вообще работает, и как оно может раскрываться, и что мы обнаруживаем, что оно по-разному работает, и что вот есть эти отношения как бы такого самовоспроизводящихся каких-то процессов, и того, что мы переживаем, как вот я делаю, вот это некое такое волевое действие, agency, вот это агентство. Также можем обнаруживать, ну вот, нестабильность этого «я», которое мы замечаем как себя, как сказать, распознаем как себя, его вот такой вот относительности, его границ и так далее. Ну, то есть, в общем, целое поле исследования. Но вопрос, действительно, а на что именно обращать внимание и как это делать? Здесь, мне кажется, само это добавление какого-то такого вот элемента игры и экспериментирования, оно может расширять это. И тогда, действительно, вот просто наш вопрос вот этот «что это?», он же как раз способствует тому, чтобы мы как бы раскрывали вообще тут, ну, видение вообще. А дальше в нем уже может разворачиваться какая-то вот специфическая вот в конкретной практике, там какое-то направление куда-то. Вот, например, у вас сегодня было с этим сильно весом интересно, да, как, ну или вот сильно цель, это, мне кажется, интересная такая действительно постановка цели, как не только визуальная, а через другие каналы восприятия, как вот там, есть же выражение идти, идти по нюху, да, идти на запах, на запах идти, как собака. Идти куда-то зачем-то или вот, или зов какой-то тоже, это как такой вот цель, которая, в общем-то, мы говорим зов, это как звуковой, аудиальный. Вот, так что, да, вы хотите что-то добавить, да? Да, еще было удалось тоже договориться с самим собой всем. Непонятно, с кем это. Но что я не буду думать вот в этом фрейме, пока не будет гонг. Как-то вот удалось, и было вот такое ощущение, как будто я скинул какой-то без, как-то в рюкзак, такое просто полегчение, что вот мысли просто меня оставили, вот эти все процессы, которые были. Это тоже было такое очень интересное желание. А, и они что, не буду думать, то есть вообще не будете думать? Или что вы имели в виду? Ну, что вот мысли, которые могут возникать, да, я как-то их сознательно, вот после гонга обо всем, об всей ситуации, о политике, о ВНЖ и так далее. А вот в этот промежуток я присутствую. И вот тут как-то сработали. То есть удалось отпустить все эти истории. Да, да, да. И вот было вот такое ощущение, очень, очень физическое, оно очень такое соматическое, что как-то хоп, и все. Спасибо. Да, ну и вот это, конечно, по поводу самки, тоже, как сказать, важная тема, что мы не одни, и не только мы здесь, мы здесь важны, что мы вместе собираемся, но вот это, что санг, это не только в этот период времени, это тысячи лет людей, которые следовали этим путем. По-моему, как-то все вместе с ними тоже. Спасибо вам. Лиза, скажите. Звука нет. Звук. Да, извините. Еще раз. Здравствуйте. Очень рада всех видеть. Очень рада быть здесь. У меня последние месяцы какое-то сложное, очень сложное процессы относительно как раз практики. То есть после там трех практически лет ежедневной медитации я вдруг не могу медитировать. То есть я не могу, как будто бы не могу себя усадить, не могу. Очень странный какой-то процесс. При этом я пришла вот сегодня просто мне во-первых, хотелось побыть. Вот действительно в санке, как сказали. Мне просто хотелось побыть с вами. Я не знала, что я буду делать, потому что я даже утром не могу прийти как-то себе. У меня там что-то такое, пока не понимаю, что происходит. Вот и сегодня было много времени, чтобы понаблюдать за этим. То, что я увидела, это какое-то очень сильное сопротивление. То есть мне, с одной стороны, очень приятно быть здесь и просто находиться в этом пространстве. С другой стороны, я, знаете, весь класс занимается, двоечник сидит на задней парте, и там что-то такое, я не знаю, что поджигает какие-то бумажки. В общем, чем-то занимается вообще, не имеем отношения к уроку. И я вот сегодня просто себе разрешила быть этим двоечником. Я просто пришла, ну, так как я могла бы себя, конечно, пинками заставить, посадить там, ходить, но я уже какое-то время стараюсь так не делать, потому что, мне кажется, это не, ну, какой-то не тот путь к действию неправильной. Вот, я просто была и, вот, опять же, параллельным каким-то курсом, да, то есть, причем так интересно было, что как только, например, когда вы делали что-то, я именно это не делала. Это какой-то там протестный механизм, я не знаю, но как только вы прекращали, например, ходить, я тут же там вставала, начинала, то есть, я как будто бы двигалась рядом, но каким-то все время со сдвигом. Ну, там очень много сама такого, ну, обвинений, что такая вот я не могу, что волевое совершенно не работает какое-то. Ну, это какие-то такой критики, которые все время там бубниты, что я вот не могу даже что-то такое сделать, и то, что раньше, и не понимаю, что происходит на самом деле. Вот, но мне очень помогло, вот сейчас Илья сказал про отпустить, вот, что я делала. Я тоже очень много забот каких-то таких вот о хлебе насущном, там тоже ВНЖ, все дела. И я вот, наверное, пришла еще не только, чтобы побыть здесь, но еще, чтобы эти шесть часов я просто буду в месте, где я не буду сейчас ничего думать, перемалывать вот эти мысли, там, что-то такое пытаться делать или не делать, просто быть в пространстве свободным от этого, как будто бы... Я просто сейчас, только сейчас поняла, на самом деле, в чем заключалась моя медитация, в том, чтобы просто быть здесь, и пускай я делала что-то не всегда то, что делали все, но я как бы была здесь, и мне сейчас тоже ощущение какого-то облегчения, как будто бы какой-то расчистилось что-то. Вот, а что происходит с моим, так сказать, подходом к практике, это надо еще смотреть, я пока не понимаю, но в любом случае большое спасибо мне. Как-то тут хорошо. То есть у меня даже вот эти вот теоретические встречи тоже очень какой-то такой всегда окошко какое-то в неделю, когда я прихожу и вот слушаю, допустим, а сегодня вот большое было время. Ну, в общем, интересно. Какая-то была другая медитация, не та, про которую, про которую рассказывали все время, Валерий, но какая-то параллельная, и при этом это тоже был какой-то процесс интересный. Спасибо. Спасибо, Лиза. Для меня это вот то, что сказали, но соотносится в принципе то, о чем мы говорили, в общем-то, как-то и с Владимиром, и с Ильей сейчас. Это вообще, собственно, вопрос, зачем мы практикуем, зачем мы все это делаем. Ну, я считаю, опять же, в контексте буддийской практики для самоисследования. Что такое самоисследование? Вот это всматривание в себя, именно изучение, как и что происходит, как я живу, что это за процесс жизни такой здесь вот я нахожу. И тогда вопрос, как? И тут мне, соответственно, вспоминается, это притча Будды, которую он там рассказывал еще. Он, то есть очень древнее, старое, про это вот путешествие. Человек идет путешествовать, путешествует, ну, куда-то он идет, он идет каким-то своим путем. И ему попадается река, ему нужно переправиться, он, значит, там собирает какие-то дрова какие-то, какие-то ветки бревна, сплетает из них плод, переплывают, потом плод бросает, то есть как бы ему не нужно тащить его с собой. И это притча вообще о пути. Собственно, дальше этот человек идет, да, идет опять пешком, или там, не знаю, сядет на машину, или на поезде поедет, или еще как-то. Вот здесь, мне кажется, важно, что если у нас есть само понятие, какое-то внутреннее, я имею в виду, внутреннее понимание, чувство, карма вот этого пути, вот это важно. То есть не техники, не методы какие-то, а вот важно, что у меня есть путь, и что это за путь. Если это путь, действительно, самоисследование, то если это путь, вот, моего лучшего и лучшего понимания себя, то ведь этот я, каждый из нас проходит какой-то свой этот путь, свои этапы, свои повороты. На каждом повороте, в каждом обстоятельстве или в каждом обстоятельствах там нужны свои средства. Поэтому, скажем, вот чем мне нравится в этом смысле махаянский буддизм, ну вот, что он предлагает множество средств, он говорит, что средства важно, чтобы они были, чтобы они подходящими были для именно ситуации жизненной, для того периода, которым переживаем. вот, и порой бывает, что та практика, которую предлагает кто-то, вот как я, например, здесь формально, она просто для этого не подходит сейчас. Но если у меня есть само намерение вот этого исследования, тогда действительно я могу как-то, окей, вот, вот как вы сейчас рассказывали, что, ну как, то есть, если это само пространство, оно помогает, да, вот помогает обратиться именно к самоисследованию, получше, там как-то более сфокусированно. Но техника, тогда она может быть менее важна. И вот, тогда мы можем исследовать в том числе отношения с техникой. То есть, техника, она вот есть, вот все сидят там, как-то медитируют определенным образом. А вы что-то делаете другое? Но здесь как раз может быть вопрос этого исследования отдельно. А что во мне сейчас такое вот работает вообще, вот как, например, образ этого двоечника, да, который там что-то бумажки жжет. То есть, вот действительно мы можем это исследовать. А что я переживаю, когда я делаю это? Когда я не присоединяюсь ко всем, например, в этой технике именно, но присоединяюсь к ним в этом пространстве. Что это такое вообще? Ну, то есть, опять же, это вопрос такого исследования самих переживаний, чувств того, что происходит со мной. И глядишь, оно действительно что-то откроет. Вот здесь вот, опять же, в чем будет, вот и то, что Илья сказал, и вы сказали, что если мы занимаемся этим самоисследованием, нам сильно нужно как-то развернуться к себе, вот к тому, как мы себя переживаем. Но развернуться от чего? От фактически, ну, забот выживания, да, то есть, собственно, вот эти дела, ВНЖ, то и пятое, десятое, у каждого из нас они есть свои, особенно сейчас там ситуация такой, турбулентности в целом общей. Они нужны, они необходимы, эти заботы. И множество нерешенных задач, и не знаешь, как их решать, и все это, всего много. Но получается, что как раз если мы используем, ну, вот мы говорим, что нам нужно себя лучше понять, чтобы потом, в общем-то, тоже эффективнее, может быть, решать эти задачи, может быть, менее автоматично, не цепляясь за стереотипы какие-то. И тогда нам нужно выделить это время. Получается, что тогда пространство ретрита, действительно, как просто время и место. которое мы организуем и добавляем туда вот эту направленность, исследовательскую направленность, такой исследовательский взгляд. И вот как оно есть. Поэтому нам нужно действительно провести границу между тем, что я вовлечен в какие-то действия, какие-то дела по достижению каких-то результатов жизни, что-то там делать. Здесь, в этом пространстве, я занимаюсь другим, я разворачиваюсь внутрь. Но при этом там техники, они могут опять же как-то рождаться прямо по ходу дела, так сказать. Инструменты, я имею в виду, исследования этого, самоисследования. Они могут быть как бы какими-то сейчас именно происходить, как вашими именно какими-то. Но вот еще тут, что хотелось бы добавить как бы из такой вот именно дзенской что ли позиции. Ну вот если у нас есть какие-то жизненные трудные ситуации, то вот опять же можем их по-разному решать, можем просто идти и делать как мы есть. Но если есть возможность, вот и о чем говорит там что в любой трудной ситуации самое лучшее что можешь это посидеть с этим. Опять же что, ну вот опять это наш такой сленг здесь посидеть с этим это значит дать себе место и время действительно побыть с комплексом целого переживания, как оно есть сейчас, как оно разворачивается. Вот с этим как бы войти с этим в контакт, увидеть это внутреннее как-то дать этому разместиться тогда ну как бы если определенная форма этого сидения нам помогает вот как мы выстраиваем позу, сидим там вот с тела или как-то еще окей но не обязательно такая форма главное, что у нас есть это время и пространство тоже организовано определенным образом, ну есть вот еще если нужна поддержка других людей, которые как бы разделяют это время и пространство тогда действительно это может как-то усилить это но в целом вот собственно тут еще для меня знаете такой вот метафора усонастройки то есть вот она работает то есть так что если жизнь вот она сложная как-то и я меня как-то в нее вбрасывает какие-то ситуации жизненные ну вот я встречаюсь с ними какими-то своими частями понятно что ну вот если мы говорим что у нас есть в душе так сказать разные там части разные архетипы разные наши привычки и так далее реакции а желательно то конечно опять же мы это знаем наверное свой опыт особенно уже те кто медитирует когда мы как-то встречаемся в полноте так сказать в какой-то своей вот с жизненными ситуациями но с ними нужно получается настроиться вот здесь как раз точно так же как там музыкант настраивает свой этот инструмент точно так же здесь мы как будто мы тоже начинаем вот мы садимся и там начинаем этим проверять каким-то камертоном там или не знаю вот как скрипачи там гитаристы вот они подкручивают слушают подкручивают слушают подкручивают здесь получается что мы вот через это самое исследование через проверку такое вниманием что происходит а что это как это как это и вот оно в итоге все-таки как-то что-то происходит многое на каком-то бессознательном уровне даже то есть не значит что мы все все процессы делаем сознательными но главное что что-то меняется в нашем общем состоянии вот если какое-то есть переживание большей цельности какой-то то мне кажется это вот хороший результат такой собственно значит что-то меняется что-то произошло вот спасибо вам за участие надеюсь вы сожгли много там бумажек на задней парте и кто хочет что-нибудь сказать своего опыта сегодняшнего добрый день я хочу сказать я во-первых очень рада что я смогла присоединиться я с вами меня прям переполняет эта радость мне хорошо слышно ну как-то там какой-то есть шум время от времени что-то такое шуршание какое-то а так лучше да вот так получше шуршание ушло вроде бы у меня сегодня был такой прям очень красивый процесс он очень сильно на меня откликнулся отзыв Ильи он прям очень много был связан с каким-то доверием которое во мне открывалось и оно про какую-то большую широту и свободу и вообще возможность доверять в каком-то широком смысле действительно и вообще отзыв отношения с людьми и то, что я вообще смогла открыть экран мне в последнее время было очень сложно и даже написать благодарность вам когда я медитировала с вами без экрана было очень сложно просто интересно что когда я с вами начала проводить йогу ко мне пришла женщина которая медитирует вот здесь с вами в онлайн и это была такая встреча очень родных человек вот она сняла какой-то вот я сон попадаете вверх попадаете да вверх подпустили не слышно вверх что-то стало совсем плохо со связью да вот сейчас вроде проживалась все равно напишу пожалуйста мне тоже написали слова Лизы про невозможность какое-то свое ограничение участвовать в практике с вами будет там и это тоже не знаю какое-то наверное внутреннее сопротивление мое и действительно я тоже не очень понимаю что-то происходит и с одной стороны мне и хочется а с другой стороны и сейчас я когда с вами была я понимаю что для меня какой-то там очень важный опыт и надеюсь что дальше спасибо вам огромное что вы есть я знаю что я могу прийти и вообще я могу быть с вами очень много благодарны спасибо вера да приходите ну я по поводу сопротивления может быть пару слов скажу что ну как бы я думаю что мы все можем это испытывать в те или иные периоды жизни сопротивление даже к самым каким-то хорошим важным каким-то частям жизни собственно каким-то действием вот здесь это просто тоже важная часть души так сказать и там ее можно по-разному называть там синевые какие-то аспекты психики души они они есть просто да здесь важно ну как-то понимать что у нас не только вот это стремление к лучшему и прекрасному существует но у нас есть и то что и тормозит и деструктивный аспект какие-то их просто нужно уважать мне кажется вот знаете здесь очень важная вот но моя личная позиция такая что это не значит что нам нужно следовать за всеми нашими импульсами за всеми желаниями потому что их слишком много и они очень разнообразные как раз они часто нас растаскивают как-то в разные стороны но и но и заглушать тоже не нужно вот это вот как раз способность слышать разные голоса внутренние ну вот то о чем мы собственно говорили вот с лизой тоже что если он наша задача нашей практике ну вот я говорю что во первых это какое-то самоисследование в целом да лучшее понимание себя но понимание чего понимание вот этих как раз может быть разных тенденций разных голосов а как что значит понимание это в первую очередь подразумевает контакт с ними это значит слышание голоса какого-то даже если этот голос очень неприятен он может быть как раз неприятен потому что мы как-то от него старительно отворачиваемся бывает то есть мы можем решить что делать только услышав и как-то разместив это вместе как-то в одном пространстве так что вот если мы себя рассматриваем сильно как такое вот пространство с разными очень там голосами которым и и и наша задача чтобы они как-то договорились между собой то им нужно дать это время и пространство вот а там уже дальше может быть методы как раз еще раз я к этому вернусь что они могут быть разнообразные то есть медитация там какого-то определенного стиля там моего например стиля медитации это не универсальный метод для всей жизни вообще это как бы он достаточно универсален я считаю вот потому что он организует это как-то пространство как раз внутреннее которым можем позволять себе слышать что-то голосом говорить но он не универсален в том что потом делать с этим и зачастую нам нужны какие-то может быть терапевтические методы или там просто ну не знаю например письмо как метод движение как метод танцевальные какие-то вот техники там искусство как методы разное искусство всякие вот виды терапии и так далее если мы вообще нам это важно но вот просто само пространство и время которое мы уделяем себе это вот мне кажется база когда мы все таки можем развернуться к себе и слушать Лиза написала присоединяясь к словам вера сама мысль о том что можно прийти сюда создает уверенность завтрашнем не поддерживает успокаивает это хорошо прекрасно что верена завтрашнем не есть елена скажите здравствуйте благодарю вас валерий за создание вот этого пространства куда можно прийти всех участников да вот за создание этой атмосферы где можно посидеть на задней парте привет задней парте тоже я занималась исключительно какими-то своими делами потому что я поняла что сегодня я ну это особенность наверное какой-то моей психики или моего тела я могу лежать и стоять ну когда мне нормально все хорошо и я боец тогда я еще могу сидеть вот сегодня я не боец мне кажется еще до начала ретрита я заметила что за последние дни я немножко не успела совладать со всем происходящим за последнее время как будто бы этого стало слишком много и это привело судя по всему потому что я не могу сидеть не могу переваривать мне нужно было переварить я вот использовала пространство ретрита для того чтобы попереваривать но в процессе мне кажется я этого особо не понимала я просто занималась насчет позволения себе делать что я хочу либо ничего не делать мне как-то это все легко далось интересно было наблюдать как сами рождались какие-то упражнения связанные с тем как я пробовала тело освободить от накопившегося не знаю чего-то чтобы не переварилась еще у меня но в процессе я просто даже не понимала чем я занимаюсь я разрешилась чем-то заниматься то есть вот этого внутреннего учителя который бы мне подсказал он сказал что ты молодец ты вот сейчас каким-то своим путем идешь ну или там даже не молодец но просто понимать что я делаю его то ли нет то ли другое дело что я еще заметила какое то что мне мешало заниматься своим делом идея того что вот ну нельзя заниматься собой надо если что-то делать особенно в рамках практики во благо чего-то большего какой-то великой цели мне кажется этот конструкт у меня воспалился особенно когда началось все что началось больше года назад там да у меня прям были вопросы а как можно продолжать жить или там как можно радоваться как можно вот теперь можно как будто бы только во имя чего-то большего вот с этим тоже тяжело то есть с одной стороны есть какое-то такое на нижнем уровне позволения себе быть но с верхнего уровня еще откуда-то приходит такое периодически тюканье по голове ну вот ты тут себе позволяешь но так позволять надо ради чего-то большего вот а ради чего большего я пока не понимаю у меня жизнеобеспечения какое-то сбалансировать урегулировать и продолжить потихонечку идти своим путем такой у меня сегодня опыт и размышления которые в том числе набрела слушая вас кто сегодня комментарии ваши благодарю спасибо мне кажется вот здесь ну вот всяк случай моя такая позиция что да это может быть нам важно что-то больше контакт с этим стремление к этому опять что это больше это вопрос очень личность то есть скажем вот если ну я там говорю что вот я предлагаю например нам в начале каждой практики там посвящать ее чему-то да и предлагаю там для кого звучат слова Будды, Дхарма и Сангха как значимые как несущие ценности вспоминать например через эти слова это знаки, указатели именно на какие-то качества на ценности определенные и там мы можем сказать что больше это как раз пробужденность там вот что такое пробужденность это как раз вот способность быть бодрым быть я имею в виду бодрым замечать способность отдавать себе отчет способность осознавать и вот это как вы сказали capacity да вот это вот способность осознавать количество ну или как вот объемность этого сознания она может быть разная соответственно можем это тренировать ясность осознания все вот эти качества они могут быть ценностью но ценность за то что можем проявить настолько насколько мы сейчас способны проявить задача может быть именно проявлять это там если мы говорим дхарма слово дхарма ну вот оно это то что обеспечивает это собственно это путь ну и как мы сегодня уже говорили что путь может быть извилистым очень разнообразным но он есть просто он есть цангхара ну это тоже вот сообщество и тех людей которые здесь создают вот нас сейчас 10 человек тут мы создаем это пространство все вместе это не я создаю его не каждый из нас по отдельности а мы его вместе создаем не было бы нас не было бы этого случая сейчас этого пространства этого места ничего бы этого не было это тоже ценность соответственно тогда вот это просто даже такой вот приход и сидеть на задней парте заниматься делами это тоже часть этого пространства вот и собственно если это и вот мы говорим большее но вот это уже ценностный набор такой да если мы это объединим все вместе вот оно и получается большее для меня лично больше чем мои какие-то маленькие эгоистичные там задачи по выживанию зачем это все выживать вот у меня есть какие-то вот смыслы заложенные хотя бы даже в этих трех словах есть еще дополнительные слова которые могу сюда добавить ценностные окей если вот это есть посвящение себя этому большему хорошо но с другой стороны есть я со своими сейчас возможностями просто возможностями и тут ну вот это пресловутая метафора такая уже заезженная надевать маску сначала на себя потом на кого-то еще но мне кажется она тоже здесь работает она важна потому что если я поворачиваюсь к себе и обнаруживаю что я сейчас как бы так сказать не в ресурсе вот как такое есть расхожее сейчас тоже выражение что вот эта капасити моя сейчас маленькая ну значит мне нужно себя поддержать как-то в этом да опять вот даже в этой в этой вот метафоре надеть маску на себя потом на другого на другого ее зачем надевать ну чтобы как раз обеспечить что-то большее чем я только да вот я скажу у меня ребенок и мои отношения с ребенком ну или просто друг не знаю кто угодно вот он летит рядом со мной и мне хочется ему его поддержать ему помочь надеть на него маску тоже это уже больше чем я чем моя только личная жизнь но чтобы мне на него надеть маску мне надо на себя его надеть сначала тоже потому что иначе я просто на него не надену но вот логика такая достаточно простая в этом поэтому когда мы занимаемся практикой мы тетям можем помнить и памятовать вспоминать об этом что мы делаем это для большего просто чтобы ну даже просто чтобы мир стал лучше может быть нам нужно добавить сюда хотя бы одного хотя бы одного хорошего человека кого себя поэтому если мы с собой работаем это уже добавление в этот мир чего-то лучшего это уже мы делаем мир лучше если мы делаем себя лучше опять же как себя лучше ну вот там уже вопрос что значит быть лучшим человеком и здесь вот как забота определенная о себе о чистоте переживания там не знаю исследования там себя как-то расширение себя ну вот она позволяет мне кажется заботиться и о мире в целом так что вот эти противоречия между тем между большим и маленьким между заботой о себе заботой о чем-то большем они могут сниматься здесь просто если мы ну как вспоминаем из чего это больше состоит состоит из маленького вот так что давайте заботиться Мария скажите да скажу здравствуйте меня слышно да да все хорошо Валера вот мы когда с вами встретились встретились мы с вами благодаря Лизе обнимаем рассказала мне про вас и вот я здесь пришла я как бы для того чтобы пройти через вот этот период войны и прожить ее вообще а сейчас вот через это все время Валера я просто снова учусь жить вот не только как бы чтобы прожить этот период трагический а просто каждодневно жить и спасибо за всех кто здесь потому что заходишь в это пространство и каждому рад и каждый родной и близкий и действительно вот этот вот тот самый хороший человек и хорошо что нас немало уже много а еще последний раз после ретрита я вам сказала ну вот как-то выбило у меня почву под ногами и благодаря Санхи и вам вроде как нахожу снова почву под ногами а сегодня еще и море я нашла под собой где можно лежать где можно доверять где можно отпускать и ты не тонешь потому что ну потому что ну вот так и так же вот благодаря вам и благодаря этим нашим занятиям как-то да наверное можно будет даже когда-нибудь по морю пройтись вот такое у меня чувства благодарности продолжаем путь спасибо большое что вы все есть хорошие люди спасибо спасибо Мария спасибо вам и вы одна из таких как раз постоянных участниц у нас то есть как-то так практически на каждом на каждой встрече присутствуете мне не надо извиняться что я молчаливый двоечник на самом не надо извиняться ни за что спасибо у меня телефон теперь не могу себя отключить добра всем спасибо что такое вам хочет вам нужно себя отключить окей кто-то хочет сказать когда я тоже немножко скажу сейчас в своем опыте просто вот вы говорили как раз что занимает ну я имею в виду несколько человек как-то как-то преображали практику по-своему и там называя себя двоечниками вот не надо так потому что мы можем говорить именно о преображении практики а ну вот я часто об этом говорю что все-таки я считаю что практика должна быть для жизни а не жизнь для практики вопрос зачем мы это делаем и методы техники способы мне кажется важно чтобы они подстраивались под жизненную ситуацию жизненные обстоятельства и чтобы они работали на жизнь именно то есть если какая-то форма конкретная там которую я предлагаю она хорошо подходит окей если она не подходит не надо и натягивать ее на себя и ну вот для меня лично тоже это всегда было важно как-то соотноситься вот я вхожу в это пространство то есть время и место дальше я могу как-то располагаться сейчас какие сейчас обстоятельства что я делаю здесь какова моя здесь роль может быть тоже скажем вот если я ведущий то есть у меня есть свои там какие-то здесь своя практика так сказать неважно распределять внимание между своим процессом внутренним и процессом общим так сказать вести там говорить слова или там просто вот наблюдать хотя бы технически что происходит там не отключился у меня интернет как вообще все это и вот это само это распределение внимания оно тоже может быть интересным и важным таким аспектом исследования и вот например опять же эти ретриты наши чем они в чем их мне кажется плюс есть я об этом часто говорю тоже что много плюсов у тех ретритов когда мы выезжаем куда-то скажем физически на природу там или куда-то еще ну вот в смысле в изоляцию ходим там занимаемся прям полностью практика молчим вот такие тихие ретриты безмолвно и так далее с полным выходом из привычной жизни они очень хороши очень много в них там можно наоткрывать внутреннего всякого наисследовать но в них есть минус что мы возвращаемся к себе домой в те обстоятельства где мы есть а там как-то все по-другому устроено нам нужно как бы соприкасаться с тем что вот есть в реальности мы не всегда будем и вот этот ретрит с выходом из этой реальности он не всегда готовит к этому хорошо то есть чем-то он помогает там очищению сознания там восприятие и так далее какому-то сильному глубинному самоисследованию но не всегда это подходит к обстоятельствам жизни когда мы можем чувствовать этот зазор такой вот что на ретрите я один а в жизни я другой здесь чем мне вот кажется эти ретриты наши кстати хорошо что ну среди прочего что вот у них есть это обстоятельство что мы находимся там где мы есть там где мы живем в каких-то каком-то месте в каком-то тех обстоятельствах где мы есть и проходит наша жизнь бытовая текущая понятно что нам тоже все равно нужно организовать как-то желательно но тем не менее все-таки ближе ближе в жизни и тут тогда вот как раз мы можем и исследовать формы практики например если вот я предлагаю эту форму сидеть ходить а если мы будем например сидеть 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 а потом что-нибудь поделаем вот из какой-то обыденной жизни ну даже просто выпить чаю или там сходить в туалет то есть просто как вот делав это частью практики или там вот я сегодня тоже например я сидел сидел потом у меня значит что-то небольшое дело сделал в компьютере я даже просто загружал эти видео которые у нас сейчас записи вот мы делали я их там загрузил две записи но для меня было важно как раз как я могу это делать не прерывая практики вот собственно включая эту практику то я нахожусь в большем присутствии с собой в то же время я могу сделать какую-то небольшую часть работы отдав себя ей тоже вот так что это может быть просто в дополнении к тому что вот в этом пространстве мы можем организовывать по своему практику не считая себя двоечник не обязательно так себя называть не обязательно так себе относиться в этот момент нам не нужно ходить строем здесь раз вот опять же чем хорошо хорош онлайн ретрит просто в обычном ретрите ну там просто желательно чтобы все делали одно и то же все делали все вместе потому что это просто может выбивать когда ну представьте каждый будет там делать какую-то свою практику в одном пространстве это отвлекает других это здесь получается что мы и вместе и каждый сам в своем пространстве и может организовать это пространство по-своему так что вот это так что в этом есть определенная уникальность и определенный плюс и мы можем это использовать эти плюсы как раз для того чтобы свою практику выстраивать наилучшим образом и еще кто-нибудь кто-то хочет сказать Лия да у меня сегодня практика была связана как раз тем что говорили тут многие переваривать происходящее вот это было это была моя моя такая сегодняшняя задача наверное понять как я как я вообще функционирую то есть то есть то есть как я как я нахожусь в какие моменты я нахожусь в мыслях своих потому что я начала сильно погружаться в свои рабочие процессы и как будто я начала отрываться от реальности настолько что у меня там сильные головные боли неоткуда и меня тошнит периодически я там кушать не могу и так далее ну то есть у меня прям ну вот мне прям тело это показывает что у меня там вчера в глазах потемнело ну то есть мне прям вообще кошмарят вообще жутко эти мысли при этом я понимаю что это все в голове находится и сегодня я замечала как я во время практики там условно как я там не знаю в ванну пошла и там как я это делаю реактивно все ну то есть вот у меня есть пространство практики там и вот у меня есть какие-то процессы тут и как я это делаю по-быстрому чтобы вернуться туда и то есть я как будто забываю что это тоже ну как бы я в этом тоже могу расслабиться выдохнуть обустроиться и как-то двигаться ну вот в контакте с тем что происходит и ну вот сегодня да для меня было полезно вот это пространство ну вот как-то выдохнуть и просто понаблюдать за тем что есть и вот прям такое большое облегчение спасибо вам всем большое все удалось собственно сегодня спасибо Алия да это вот собственно то чем я тоже сказал как раз что пространство практики оно может быть везде туда куда мы ее принесем ванне или где-то еще где угодно чтобы мы могли об этом памятовать еще что-нибудь всем здравствуйте я просто решалась решалась какое-то время долгое потому что у меня много чувств эмоций я так взвешиваю насколько я способна говорить или просто смотреть и как-то глазами передавать свой опыт у меня что-то похожее до этого все ретриты в которых я участвовала я как раз очень прям ну видимо наоборот отличная была то есть мне важно было все прям слышать слушать чувствоваться что-то а сегодня и у меня предыдущие разы не получалось приходить а сегодня я решила что вот все у меня получается по времени я здесь но вот моя жизнь которая сейчас происходит она решила по-другому и моя подруга близкая она так получилось что мы с ней какое-то время потеряли контакт буквально две недельки и на днях я узнала что она попала в аварию страшная она лежит в больнице и у нас не получалось с ней созвониться и она позвонила прям вот мы начали ходить она мне позвонила и весь ретрит я была как бы с ней на связи и у меня ощущение что ну вот это был ретрит вот вот с ней все хорошо она лежит и все в порядке в плане она жива и мы с ней где-то два с половиной часа проговорили я потом села с вами на последний час у меня получился я не ходила только сидела и это была очень глубокая медитация потому что как будто я присоединилась вот у меня было ощущение я передам вам ощущение что как будто вот там про вот эту ритуализацию то есть как будто то что вот я была с вами в начале и была с вами в конце создала такие берега для моих переживаний и вот эту совместность то есть я как будто продолжала с вами течь и очень много благодарности такого прям я просто на самом деле очень спокойно внутри но говорить могу только вот так по-другому не получается либо молчать либо вот плакать и говорить очень много тепла и благодарности и я пока тут всех слушала то что-то такое нарисовала похожее на реку есть ощущение какой-то красоты переживаний то есть все меньше и меньше вот этой оценки переживаний что правильно что неправильно что плохо что хорошо как я должна это переживать больше принятия и впускания и я бы даже уже впусканием это не назвала а просто вот переживаешь как это есть и с этим все в порядке и ну приходит только благодарность потому что как будто в процессе все время распаковывается какой-то смысл который ну как бы я ни старалась я бы не могла постирать до того как начала его проживать этот процесс и даже тот момент что я не могла с Машей созвониться со своей подругой какое-то время до этого сейчас ощущается как то что я ну не готова была это проживать а вот мне нужны были условия которые как-то вот создались совместно с вами как-то очень спокойно несмотря на то что я понимаю что это может звучать странно но мне внутри очень спокойно и за Машу и за всех и за ну то есть есть какое-то ощущение несопротивления с любыми процессами ну плакать значит плакать ну больно значит больно ну не больно значит не больно ну вот сегодня так завтра как-то ну вот какой-то такой сдача и при этом не сдача в унынии а сдача в том что ну а по-другому не может быть вот какое-то такое принятие спасибо спасибо большое спасибо Мария желаю вашей подруге побыстрее поправиться чтобы все не было хорошо мне кажется это важная вот эта такая позиция как раз ну вот я считаю что она в дзан она точно как-то выражается но когда то есть эмоции эти чувства есть при этом есть одновременно с этим спокойствие какой-то тогда размещенность этих чувств где-то кажется это вот эта двоякость она здесь и важна что мы не подавляем текущее переживание но при этом есть еще и вот это присутствие в котором это все разворачивается и идентичности на большей степени как будто там в этом присутствии тогда действительно как-то это нас может быть примерять с жизнью с реальностью в лучшей степени как-то мы на это опираемся да так есть мои чувства это просто часть общего процесса мои чувства это естественный отклик на какие-то события которые происходят но вот это само присутствие на как бы больше этих чувств и больше этих событий может быть собственно ну я считаю что одна из задач нашей практики она в этом вот как раз в обнаружении таких такой позиции так сказать спасибо Рейтис скажешь скажи пожалуйста добрый день вот интересная ситуация такая когда группа небольшая и все проговорили я почувствовал себя неуютно я сто процентов сегодня уверен ну ничего не буду сегодня говорить потому что в принципе уже нечего сказать а вот группа маленькая все поговорили я вот опа я должен хоть что-то такое от себя тоже добавить и что-то же есть все-таки внутри мне было интересно сегодня вот этой ночью у нас был очень большой гроз гроза гроза и я никогда в жизни не знал не слышал грозу когда уже начинается вечером и до самого утра идет гроза это что-то такое не знаю и подумал наверное что-то меняется в этом мире в природе что-то такого же никогда не было было ладно час гроза два часа но что-то все ночь грозила интересно было из всех разговоров мне очень мне кажется похожа ситуация с Лизой да у меня тоже ежедневной практики уже 3-4 года наверное уже как я медитирую и последние месяца 3-4 мне очень трудно медитировать хотя не трудно ну да наверное трудно сказать это слово можно сказать трудно после последней випосаны я был в марте я уже в март-апрель уже тогда дошел до практики так что каждый день я медитировал полтора-два часа и как пришло лето я практически сейчас больше 10 минут просидеть просто не могу но мне мне это не вопрос что случилось мне кажется что я просто заменил медитацию чем-то другим то что вы Валера сказали есть какой-то путь мне его даже может быть трудно объяснить мой путь но я его в данный момент заменяю походами вдоль моря бегом эстетическим танцем какими-то такими другими вещами просто это лето так красиво и мне просто не хочется прийти и сидеть и это я очень хотел бы с вами по вечерам надеюсь медитация еще происходит но я не присутствую потому что в 9 часов у нас еще светло и это возможно я могу гулять по лесу или по морю и за это я просто не прихожу на медитации а вот в косни я уже надеюсь более к санхе и опять приду более регулярно рад всех видеть большое спасибо и я очень рад что все происходит продолжается ну и вот я и свое наверное сегодня сказал спасибо все нравится спасибо да все занятия все встречи продолжаются и в принципе можно приходить в любом виде можно приносить с собой туда прогулку некоторые так и делают так что есть это время есть это пространство а там уже дальше можно по-своему очень присоединяться к этому ну и да то что сказал это в продолжении в общем-то всех всего того что сегодня было сказано как доминирующая тема того что практика может быть разной подстраиваться главное что у нас есть путь окей похоже сегодня все были двоечники все сидели на задних партах это Илья был на передней я вообще сказал да все остальные были на задних партах хорошо давайте мы сейчас можем как-то так послать друг другу просто благодарность в первую очередь спасибо за действительно создание этого пространства совместное можем также поблагодарить всех учителей наших кто был всю сангху которая была во все времена спасибо всем и до следующих встреч пока сангху